Все, расти дерево, украшаем нашу родину, славный город, видный и вообще здесь Ленинский район. Несмотря на прохладную погоду, плотный туман в усадьбе Тимохова-Салазкина было весело и многолюдно. Здесь высадили настоящий вишневый сад. Акция прошла в рамках восстановления исторического ландшафта этой территории. Совершенно замечательное экологическое мероприятие. Сегодня сажали вишни, вишневый сад, воссоздавали исторический ландшафт усадьбы Тимохова-Салазкина. Уверен, что в следующем году эти деревья уже будут радовать жителей нашего города, гостей города своим цветением и своим прекрасным видом. 35 саженцев уже взрослая вишня. Их длина более трех метров. Подготовка к высадке очень тщательна. Грунт обогащен специальным черноземом и отмерена определенная высота ям. Это деревья привезенные из Брянской области. Сорта тут разные. В основном черевишня. Это гибрид вишни с черешней. Устойчивая и, в принципе, интересная для нашего региона. Размер плодов черевишни более крупный, чем обычно. А вот по вкусу ягоды сладкие с легкой кислинкой. Кроме того, этот сорт меньше подвержен болезням. Тем не менее, в течение трех-четырех лет деревья нуждаются в особом уходе, чтобы развилась корневая система и они хорошо прижились. И в Тимохово-Салазкино для этого созданы все условия. У нас есть специальные дворники, садоводы. Мы обязательно обливаем все деревья, поддерживаем вид, смотрим, чтобы деревья не болели, общаемся с экологами, ничего не вырубаем просто так или еще что-то. Нет, мы следим, чтобы парк именно был настоящей усадьбой. Идея посадить вишневые деревья возникла не случайно. По легенде, именно в этих краях у Антона Чехова возник замысел знаменитой пьесы «Вишневый сад». Отец писателя работал в Тарычево, и Антон Павлович часто здесь бывал. Делаем полезное дело. Во-первых, украшаем территорию, озеленяем территорию. Парк и так прекрасный и замечательный, но тем не менее, он за счет этого только приобретает. Когда все деревья распустятся, а они все плодовые, то есть настоящие, на них будут вкусные, красивые плоды. Полакомиться первыми ягодами можно будет уже следующим летом. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.